Сколько будет крестный путь? Скажите. Два минус креста, сказали. Двести пить? Это со Знаменского? Веруете в Исусу Сутиста всем сердцем? Да. Вы в церковь постоянно ходите? Да. А вот когда вы в церковь ходите, с каким чувством вы туда приходите? Вы что-то у Бога просите или благодарите? Ничего не, благодарю. А за что? За жизнь? За все. А вы о вечной жизни какое понятие имеете? О вечной жизни? Да, Христос. Мы все там будем. Христос пришел, чтобы дать вечную жизнь. Не всем, а тем, кто верует в Дего. Да, кто верует в Него, тот правильным путем должен идти. Так вы заповеди исполняете или стараетесь исполнять? Стараюсь исполнять, я не могу. Я вот смотрю, вы просто накрашены. У нас накрасятся, вы знаете? Ну да. Ну и как вы к этому? На исповеди не бываете, наверное, да? Постоянно. И что бабушка вам говорит, краску? А я не красил, когда все. Так разве можно лицемерить перед Богом? Он же вас сейчас видит, что вы накрашены или нет? Не видит. Видит, конечно. И так лицемерить нельзя? Нет. И вот Царство Небесное не наследуйте таким образом. Ну да. А вот за водой вы пришли. Я не за водой, я погрузиться пришла. А, но погружаетесь вы с каким чувством? Оставление грехов? Да. Ну вы хотите быть безвешной, да? А крещение вы принимали в церкви? Вы ходите, да? Вы член церкви, какого-то? Да. А когда вы крестились? Ой, давно. А вы вот здесь вот будете погружаться полностью с головой? Да. А в церкви, когда крестились, у вас с головой погружали? Нет. А почему здесь крестятся с головой погружаются? Ну, потому что это день крещения. Вообще день крещения у человека тогда, когда его крестят. Крещение – это погружение в церковь у Савянского. Нет, день крещения Христа. А, крещения Христа. Да. Так оно прообразует, что мы должны креститься. И дома, и на работе. Или нет, не преобразует. Все же так делают. Ну, все, да, делают. А почему у нас здесь вот люди просто приходят, это же обряд. А крещение, которое над вами происходит, в церкви – это таинство. Да, таинство. Обряд или таинство. Что выше, обряд или таинство? Таинство. Таинство. Почему при таинстве, при крещении кропят, а при обряде вы погружаетесь? Причем самостоятельно, там священников нету в этот момент. Ну, чтобы, как бы, смыть вот это вот. А вы это, вот то, что вы, вот это вот не можете произнести, оно видимое или нет? Как вы представляете себе вот это? Невидимое. Невидимое? А ну вы чувствуете его? Конечно. И никак не можете смыть, сколько вы уже погружались еще до этого года? Каждый год. Каждый год, ну и никак не смывается оно? Ну, как не смывается. Или на сколько-то времени? Это просто обряд такой, что надо в этот день не обязательно принять. Почему? Это обряд и обязательное таинство обязательно, обряд или необязательное. Таинство не каждый год будет. Благочестивое обучение. Ну и все, и хватило бы, казалось бы, его, если бы в церкви не кропили в этот момент, когда крещение происходит, а погружали. Вас же не погружали в церкви, когда крещение? Просто покропили, да? А что сказали при этом? Ну, молитвы почитали. А вот вы знаете, что есть даже канон церковный, апостольское правило 50-е, которое людей, которые, ну, священников, ну, священнослужителей, которые человека не погружают, извергают из сана. Вот священник, который вас крестил, он уже его нету, все, он уже извержен из сана. Потому что он не крестил. Крещение – это погружение. Вот то, что вы сегодня пытаетесь делать, это крещение. Крещение – это погружение, да? Погружение. Это церковно-славянское слово – крещение. На русский приводится погрузиться. Ой, молодец. А он не погрузил вас? Нет. А там место такое, вот, я это, крестилась в Покровском соборе, но я очень маленькая была. Там не было, чтобы погружаться, места. Да, да вот вы, а вот скажите. Не было предназначено. Вот не было предназначено. Сколько уже стоит этот Покровский собор? Ой, много лет. Много лет. И там никогда не было? Самый первый, самый первый. И вот там было когда-то место, только оно было не в самом соборе. Ну, да. То есть потом, когда пришли коммунисты, разрушили все. И церковь прекратила таинство крещения. Да, да. То есть вы теперь представьте, сколько людей не получило таинства. И сколько священников, которые стояли перед людьми, говорили им, что они священники, а они уже не были священниками, потому что нарушили канун церковный. Священники обязаны знать церковные каноны? Вот когда они с вами начинают беседовать? Да. Ну, допустим, вот сейчас бы ДПСники вот стояли, и тут бы машины бились везде, они стоят и смотрят просто. Да какие-то ДПСники скажут. Они ничего не знают. Да. Так представьте, вот вы говорите, вот то невидимое, которое на вас, грехи. И священник от Господа получил такое дарование, такую власть через таинство, опять же, обращение к Господу, ему именно лично, что вам можно простить эти грехи, если погрузить вас. А меру, готовы вы или нет к прощению грехов, сам священник высматривает. Он вас с вами разговаривает и говорит, да, вы готовы, вы готовы стать членом церкви Христовой. Теперь я тебя погружаю. А теперь, глядите, вас ничему не научили, вы просто так ходили. Потом дальше не крестили правильно, то есть покропили просто и все. И дальше после этого бросили вас, и больше никто с вами не занимается. Никаких занятий не проходит, никаких научений. Вот три пункта, и ничего нет. И вот все священники, которые были здесь задействованы, они все извергаются из сана, потому что не исполнили своих канонов. Но они продолжают работать. Да, но они продолжают. Почему продолжают работать? Потому что вы не продолжаете учиться Слову Божьему. Вот на вас вот это вот то, что вот есть, оно будет постоянно. Грехи, они просто так не уходят. Вы должны сердцем уверовать в Господа, ибо так возлюбил. Не, ну и что, что грех? Мы поговорили уже грех. Почему? Всегда грех. Как так? Во всем грех. А почему так? Человек не бывает безгрешным. А почему тогда Иоанн, Иоанн говорит, апостол Иоанн, Богословик? Это надо, это самое, как? Только в церкви люди, которые работают там, те безгрешные, я так считаю. Сейчас он откроет. А вы будете погружаться сами? Нет, мы уже нас погрузили при крещении. Когда мы уверовали в Иисуса Христа. Когда этот праздник крещения вы не ходите? А это обряд же просто, благочестивая традиция. Смотрите, вот 1 Иоанна, ну вы на апостоле видите, 5 глава. Да, я плохо. Мы знаем, что всякие рожденные от Бога не греши. Но рожденные от Бога хранит себя, и лукавые не прикасаются к ним. Ну еще, скажи, какое место? 1 Иоанна, 5, 18. Первое послание апостола, богослова Иоанна, это ученика Господня, который возлежал на груди Господа Иисуса Христа. 5 глава, какой? 18. 18 стих. Не все мы грешны, оказывается. А еще нужно хранить мы, быть от лукавого. И кто нас хранит? Он и Господь нас сохраняет. И поэтому просто так вот прийти погрузиться там, и вот это вот, все, что вы не называете, грехи омуются. Это невозможно. Невозможно. Если вас не сохранит сам Христос. А чтобы вас Христос хранил, вы должны знать Его Слово и в точности следовать за Его Словом. Это называется воля Божия. Если вы не знаете Евангелие, постоянно не пребываете в Евангелии, в этом живом Слове Бога, то очищение не произойдет никогда. Почему? Сердце ваше, оно не знает Бога. Ну почему же я когда погружаюсь, мне благодать Божия идет? Благодать Божия это чувствовать, то есть вам очень хорошо подкалывание там. Покалывание, чувствование. Мы ходим не чувствованием, а верою. Верою ходим в этой жизни. Верою в Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного на крестную смерть. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Сына Божия. Не то, что вот вы пришли, а мне покалывают и так далее. Валя, а вы читайте Евангелие, как все было? Там Христос потом приходил на Эрдан-то, еще погружался каждый год. Это две дороги обваливали. Христос говорит так. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его. Не бойся, говорит малое стадо, ибо Господь о вас благоволил нечто большее. И когда он ходил с учениками, то говорил, скоро мне надлежит страдать и быть распятым, и умереть, и воскреснуть третий день. Всегда, если вы верующий, вас только страдания ждут. Никаких там здоровьев, ничего это Господь не обещает вам. А где обещает Господь здоровье? Я вот не знаю, где вы это? Кто там священник сказал? Господь говорит, и первая Коринфянам, 11 глава, апостол Павел, в 11 главе, с 25 стиха. То, что вы говорите, это, знаете, все так говорят. А когда вот, если бы вы погрузились в этот день, вы бы не болели и чувствовали себя благородно. Вот видите, вот бесплатно, уже патриарх наш, российский, Кирилл, благословил, видите, бесплатно, видите, благословение, патриарха Кирилла уже, бесплатно. Сходить в Евангелие Святое раздавать людям. Вам надо Святое Евангелие читать? Смотрите, как вы пишете. Ну, оно нисколько не стоит, оно бесплатно. Возьмите, а вот это вот, если у кого у вас близких есть интернет, пускай заходят сюда. У молодежи. Да, 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 да. Библия? Библия, да. Вся Библия. Она вот такая-то вот свиной, листы, листы толстые. Ну, там у нас как бы написано, так вот, знаешь, что можно читать было. А, ну, там иногда славянские муку попадали, да? С ятиями там это. Ну, то есть уже перевода, видать, на это, 1876 года. А вы сами-то читали Библию вообще этот раз? Евангелие вот читали, вот Евангелие? Это слова Христа. Это вот я не читал, а будет вот, ну, тоже это... Закон Божий? Нет, там вот еще какие-то такие книги вот были. Это, ну, как бы Библия, но там она все ссылается на другие. Я читаю... А, толкования какие-то? Ну, толкования вот. Она тоже вот такая толстая. И далее, я говорю, ты с мамой природной я буду. Это надо я эту книгу вратить, но где-то достать. Да, вот к этой книге есть еще толкование. Толкование, причем вот такой том большой. Ян Златоуст, еще больше у него, несколько томов даже на эту книгу. Вот так нас толковывает. Это жизнь в этой книге. Хорошо, есть, как круто написано. Да, да, да. Жизнь в этой книге. Христос там жизнь вечную принес. Кто будет веровать в Него всем сердцем, на Христа, должен прийти к Нему в церковь, креститься, и принять слова Его в сердце, и следовать по этим словам жить. От нас вот что и все? Евангелие. Живого Бога нашего. Да, Евангелие. Бесплатно. Видите, какое крупное жизнь. Да, вот, иначе. Спасибо, спасибо. Слава Христу. Помоги Господи. Веруйте в Иисуса Христа, Он дарует вечную жизнь. Не через обряд крещения, а через таинство крещения. Нужно уверовать, принять его в свое сердце, и потом священник должен погрузить пострадок в воду в церкви. Скажите нам сейчас, куда идти? Ну, я не знаю, если вы за водой хотите. Мы купаться хотим. А, купаться сильно. Я не купаюсь, но там обычно на обед. Это обряд. Нужно было, чтобы священники вас погрузили. Прекрещение. Вас как крестили? Ну, в детстве. В детстве, ну, как? Наверное, в бочку с водой в деревне. А, то есть, слово «наверное», да? То есть, вы сами не знаете? Нет, конечно. Ну, вот, а потом я еще... Обычно крапили, всегда почти, крапили. Не погружали, а крапили. Да. Да, священник. Но я вот... Нарушая, конечно, все каноны. Мне 12 в церкви крестилось. Здесь-то люди сами погружаются. Ни одного священника рядом нет. Веруйте в Иисуса Христа, он спаситель наш. Вот возьмите, это можно тут телефоны наши, сайт для молодежи, чтобы зашли. Нет? Значит, православный сайт. Ну, маленькую, значит, сочай пьем, это... Веруйте в Иисуса Христа. Вот так, когда сходим, мы разговариваем, потом ему где-то Екатеринбург, по-моему, сходи. Ну, значит, раз пошел, православный сайт. И переоделся вот так. Ясно. В облачении. Ну, в облачении. Переоделся. Православный сайт. Православный сайт. Иванкиная крупная шрифта, бесплатно. Иванкиная крупная шрифта, бесплатно, да. Помоги Господи, веруйте во Христа всем сердцем. Спасибо. Православный сайт. Спасибо. Почитайте. Это слова Христа о том, как спасти душу для вечной жизни. Дело в том, что у меня есть помельче, маленько. Ой, дай Бог вам и здоровья, и всего хорошего. Помоги Господи вам спасти душу вашу. Спасибо. Веруйте всем сердцем во Христа. Я вот грешным делом, как говорится, всегда хожу в церковь. Это не грешное дело ходить в церковь. Нет, я просто так уж условно сказала. Это присказка мирская. Я понимаю. Еще споткнуться и Господи. Да, да, да. Господи. Ребенок упал. Ой, Господи. Да, ой, Господи. А нужно говорить, Господи, помилуй, или Господи, прости меня, грешно. Да, всегда вспоминаю, что Господи. Можно общаться здесь. Понятно. Что-то вы без бутылок, безо всего, или там кто-то будет с бутылками. Или вы? Там уже на источник съездили. А, вот какой. А здесь просто купаться пришли? Нет, я просто посмотреть. А вы-то в церковь ходите? Нет. Не ходите? Нет, но... А почему у вас сердце-то никак не приведет? Не знаю. Пока еще не приведет. А вы Слово Божие это читали вообще когда-нибудь? Да. Вам нравится, как Христос говорит, какие слова? Вы вот о вечной жизни как задумывались? Да. Вы знаете, что церковь сделана с Христом, создана для того, чтобы человек мог вечно жить. Только для этого, больше ни для чего. Либо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христова, на крестную смерть. Понятно, вечно, вечно ты можешь духовно жить. Нет, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Не духовно, а в теле прям. Причем в молодом теле еще. Как Адаму 33 года. Христос умер в 33 года. И так же все мы воскреснем в 33 года. И предстанем пред Ним. Если мы неправильно жили, не по законам его, то пойдем в ад. А если по законам, то в рай. Спешите, Христос вас ждет. Российские нищие-то хорошо живут. Я себе не могу позволить такого. Ты сейчас здесь смотри, сиди. Да, совершенно верно вы. Знаете, по законам есть верительная грамота специальная. Вот Еле блаженный был какой-то. Слава Христу. Помоги Господи вам исполнить, что здесь за полет. Спасибо вам. Спасибо вам. С праздником. С праздником, Господи. Православный сайт. Бесплатно, Евангелие. Бесплатно, Евангелие. Евангелие есть у вас? Вы пришли. Это цитата из Ветского Союзовета. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отверг на тебя. И как ты забыл закон Бога твоего, я забуду детей твоих. Чтобы Господь детей наших не забывал, чтобы они не болели, нужно закон Бога знать и исполнять. Святой Евангелие. Подарок. Бесплатно. Крупный шрифт. Истреблен будет закон мой за недостаток ведения. Читайте, просвещайтесь, соблюдайте заповеди Божьи. Благословит вас Господь и детей ваших. Благословит вас Господь. Как раз крупный шрифт для пожилых людей. Это что у вас? Это православный сайт. Форум и на ютубе канал есть. Посмотрите, возьмите. Это если интернет у вас есть, вот визитка. Или может у детей ваших. У меня еще. Евангелие, четыре Евангелия в одно средневое, в одну книжку. Чтобы было легче читать. Все слова Иисуса Христа, вечная жизнь. Бесплатно. Евангелие. Крупный шрифт. Крупный шрифт. Бесплатно. Возьмите, пожалуйста. Сайт наш. Вот, возьмите. Вот, посмотрите, видите, как крупный шрифт. Пошел. Можно? Да, да. Крупный шрифт. Смотрите. Занимайтесь постоянно. Евангелие от Луки сегодня читать о сегодняшнем празднике. Бери, Евангелиста. А вот, возле машины у нас, возле машины. Вон там. Сайт. Интернет есть? Да, бесплатно. Православное? Православное. Да. Благословим. Считайте, благословляйте. Православный сайт. Бесплатный. Евангелие. Едите. Берите. Я здесь. Солим. Возьмите визиточку. И тогда вы будете просто тесточкой. А можно мне сыну и дочери взять? А вы Евангели? Да. Они отдельно живут. Возьмите. Спасибо вам большое. Спасибо. Молодой, вот он, пожалуйста. Молодой христианин, пожалуйста. Ну вы, вступающие. Куда вступающие? Давайте нас тоже, это самое, где-нибудь в соцсетях. Слова Иисуса Христа Вечной Жизни. Так мы для этого и выставляем на наш канал. Вот на этой визиточке, на наш канал на YouTube. Можно бы себя увидеть, да? Да. Я вообще весь мир с крещением поздравила, православный. Весь мир поздравила. Слава Христу. Среди славян. А у вас как-то девочку-то можно получить? Бесплатно. Это не книжечка, это Евангелие. Евангелие? Это да, Святой Евангелие. Посиди меня. Слова Господа Иисуса Христа о вечной жизни. Это наши данные. Вот мужчина, Игорь. Вот еще мужчина. Пошел, возьмите, это наши данные тут. Спасаем душу своей, почитаем Евангелие. Почитаем Евангелие, спасаем душу своей. Бесплатно, Евангелие, крупный шрифт. Дома есть, да? Конечно, православные. Вы же там, это Евангелие, да? А вы посмотрите впереди, там же Патриарх Кирилл Благословил. Да, ну да. Почитайте обязательно, веруйте. Будьте вечно живущим. Вот, посмотрите, до какой степени. Супер, да? Вот так вот. Возьмите. Бесплатно, православный. Вот, возьмите. У вас интернет дома есть? Есть. Сейчас он визит. Сергей, Сергей, вот дай визитку. Возьмите. Православный тайм, заходите. Ну, конечно, книгу. Держи. Не, мы не семиналисты. Просто верующие люди. Веруем в Иисуса Христа, православный, и все. Вот, мы Евангелие от Иоанна-то читали. Сайт возьмите православный. Да. Здесь это, наверное, Евангелие от Луки, говорится в этой голове про праздник. Православный сайт. Он есть святого Луки. Как его правильно фамилию? Православный. Так, Евангелие берем, мы проходим мимо. Евангелие берем все. Мы все ходим мимо. Так, берите, берите все. Для сестрички еще. Берите, берите еще, пожалуйста. Так, берем Евангелие читаем. Спасайте души ваши. Так, читаем? Братья, да. Короче, набрала сегодня святой воды. Бутылка полная. Я взял с нее отпил. Бабка говорит, а она теперь не святая, а ты отпил. Я вроде особо не верующий, но православный, крещеный. А вы читали Слово Божие хотя бы немножко? Библию никогда не читали? Поэтому и вопросы такие. Не читали, да? Нет. Взял и читал. Вот и Господь подошел к апостолу Петру и говорит, Петр, ныне сатана просил вас сеять как пшеницу. Но я не дал ему это сделать. Я говорю, когда ты обратишься от грехов своих и опять будешь со своими братьями-апостолами, тогда ты узнаешь, что я заповедую тебе делать. Вы понимаете, какие серьезные вопросы рассматриваются? Сатана нас победит или нет? А вы отпил, не отпил кого-то? Нет, ну бабка говорит. Бабка, она патриарх что ли? Я не могу понять. Я что, заразный? Вы прочитайте вот слова... Вот почитайте Слово Христа, и вы потом будете смеяться над тем, что бабка говорит, и о чем вы подумали? Это там вот есть... У Христа других занятий нету, что ли? Кто-то сколько оттаскивает? Что я отпил, а вода не спитая. Я больше вам даже скажу. Нигде не сказано, что нужно эту воду пить и освещать еще, с добавкой всему. Осветить, чтобы потом пить, и чтобы потом какие-то грехи снимались. Это вообще маразматизм. Грехи снимаются, когда вы веруете во Христа и по слову его живете. Вот его слово. И вы его прочли, начинаете теперь жить по нему, ваша жизнь полностью поменяется. Вы будете с бородой, вы будете постоянно ходить в церковь, вы будете говорить вообще другими словами. И не бабку слушать, а Христа. Да, видишь, такой я православный. А сейчас всяких этих сектантов развелось. Понимаете, вы пока не станете искренно православным, то есть по слову Божьему, вы не делите сектанты, не сектанты, хорошие, а не плохие. Я церковь не отвергаю. Вы же не можете убивать этих сектантов, правильно? Нет, ну живет он, пальцы. Так он не просто должен жить, а вы должны теперь с ним так беседовать, чтобы при беседе с вами он стал православным, искренним. Нет, его уж не переделать. Как не переделать? Это вы себя переделаете, и он переделается. А вы себя не будете переделывать, и он останется сектантом. Почему? Потому что Господь в слове своем говорит, как правильно разговаривать с сектантами. И поэтому надо учиться нам. Бесплатно. Евангелие. Вот возьмите наши данные. Интернет здесь и телефоны. Евангелие Иисуса Христа о личной жизни, о том, как омыть по-настоящему свои грехи. Вот это данный наш. Здесь сайт. Можно. Вот Евангелие. Крупный шрифт. Глядите. Пожалуйста. Слова Иисуса Христа о личной жизни. Кто еще желает иметь слово Христа о личной жизни? Давай еще один. Вам надо Евангелие? Любое Евангелие. Слова Христа о личной жизни. Вот, брат. Вот, пожалуйста, возьмите ко мне. Пожалуйста. И вам. Вот возьмите наши данные. Об Иисусе Христе Господе нашим. Как Он правильно крестился, погрузивши в вордах иорданских. И нас сейчас Он тоже желает, чтобы истинно крестились. Не просто по макушечку, а чтобы по-настоящему уверовали, стали истинными членами Церкви Христовой. Бесплатно Патриарх Кирилл благословил. Издание вот это. Православное. Наверное, одно из самых первых. Вы исторического события участники. Одни из первых получаете бесплатно Евангелие от православных. И везде, как говорите, православные бесплатно раздают Евангелие православное. Помоги, Господи. Возьмите. Слава Христу. Своё отдали. Вот это по православному. Своё Евангелие отдать. И тут же получить. Пожалуйста, вот вам. Вы настоящая, смиренная православная. Дай вам Господь. Пожалуйста. Вам Господь Иисус Христос дарит. Это не я. Мне так же. Я говорю здесь, что я уже на греху. Низки вам. Так поставил меня. По нашим глазам. Да, это как раз для пожилых. Помоги ему, Господи. Спастись. А, руку. Ты и я одной крови. Это точно. Наш проотец Адам сейчас радуется. Потому что ему-то было тяжело, но он всё-таки спасся. Дай Бог и нам спастись. Пожалуйста. Пожалуйста. Веруйте в Иисуса Христа. Читайте, вчитывайтесь. Звоните по телефону. Если что не ясно. У нас проходят занятия по изучению Слова Божьего. По телефону созванивайтесь с нами. И будете изучать, как мы Слова Божьего. Будете его отлично знать. Я вам скажу. На следующий год сюда, в купальню, вы будете по-другому стоять. А может и не будете. С другой стороны будете уже. Вы всё поймёте, где нужно стоять правильно. И куда нужно окунаться. Помоги, Господи. Только Слово Божье вам покажет истинный путь. Слово Божье дать? Вот. Читай. Евангелие. Обязательно читайте. Конечно, молодёжь может и в интернете читать, но всё-таки книги лучше. Помоги, Господи. Давай. Мы же самая читающая страна. Книжка не знаю. Вам как получившая, обязательно. Пожалуйста. Это есть? Книжка. Это есть? Это наши адреса? Не надо. А то книжка-то будет. А что вы прошли книжку, а там книжка. Возьмите. Читайте обязательно. Только внимательно, если что, звоните по телефону. Спасибо вам, Великое. Слава Христу. Святой. Ну сколько Евангелия у кого Библии, а толку не... Святой Евангелие. Заповеди-то не исполняются. Христос говорит, что один даже спасётся. И это уже, говорит, будет вам вменено в праведность. Буду жене читать. Вот это, да? Ну всё, тогда вы точно будете в районе. Жену очень тяжело брать. Это утный сосуд. Пожалуйста. Она в здании. Бесплатно, в патриарской здании. Почему же вы тяжело брать? Потому что утный сосуд. Ибо не Адам впал в преступление, а Ева упала в преступление. Если кто не знает. Это потому что... Сватайте к ней сосуды, если на... Со змеем, со змеем, то есть сатаной в раю говорила Ева, а не муж. Возьмёте? Она же ему соблазнила. Она его и соблазнила. Вот вы нас и соблазнили, держите. Читайте как следует. Да. Я уже... Я думал, я перейдюйте. Нет остальных, что у кого... Да мне дать. А, не могу. А Евангелие? Да. А Евангелие? А Евангелие? Читайте Слово Божье. Оно умудрит нас во спасение. Еще тут есть? О, бумажка. Сейчас. Давай. Они же одинаковые, да? С батюшком. Да? Я не батюшка. Нет, я не батюшка. Как сказать, все, говорит, господа в Париже, так и батюшки все, они уже в другом месте. За пиршественным столом, пожалуйста, читайте Слово Божье. Веруйте. Ух ты. Точно будешь читать? Да. Ну-ка, вот сейчас подожди. С этого слова. Ну, а ты видишь, что... Грубчик. Ничто не помогает, но смятение увеличивается. Взял воды и умыл руки к народу и сказал, не виновен я в крови, праведника. 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 Это Христов. Праведника. Праведника. Всего. Смотрите вы. Молодец. Хорошо читать. Не от тебя того, как он похож? Да? Не кури. Ну ладно, это видать от кого-то. Не кури ни в коем случае. Молодец. Хорошо читает. Первые слова прочитал Иисус об Иисусе Христе. И такие нужные. Евангелие бесплатно. Патриаршие знания. Есть у вас. Патриарх Кирилл благословил бесплатно Евангелие. Праздник у вас Святого Крещения. Дай Бог, чтобы оно прошло для каждого из вас в истине. Через Слово Божье только вы научитесь истинно креститься, то есть погружаться. Кто желает истинно погружаться, погрузитесь в Слово Божье. Это Святое Евангелие. Слова Бога. Кто в них погрузится, тот поймет, как правильно погружаться в водах. А кто не поймет? Тот, кто не прочтет его. Его не просто нужно прочесть, еще и заучить. И не только заучить, но и знать толкование его от блаженных наших отцов святых. Визитки с сайтом берите. Святое Евангелие, крупный шрифт. Бесплатно берем. Разрешите. Крупный шрифт как раз для пожилых людей? Это бесплатно все-таки. Это наши данные. Возьмите. Так, я пошел в очередь. Вот визиточку возьмите. К Богу. Читайте, вразумляйтесь, научайтесь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ивангелие бесплатно. Крупный шрифт. Да. Четыре Евангелие. Патриарх кинул благослови. О вечной жизни читайте слова Христа. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Сейчас приду девочке менять. Благословен Господи. Православный сайт. Это не книжечка, а Евангелие святое. Слова Иисуса Христа о вечной жизни. О том, как спасти свою душу и тело. Для рая. Я вам дала. Ну будет же еще. А тут еще телефоны есть. А Евангелие-то есть у вас? Православный сайт. Возьмите Господа Евангелие. Читайте слова живого Бога. Живые слова о вечной жизни. Иисус Христос, Господь наш, начальник жизни. Первенец из мертвых. И мы будем с ним вместе царствовать. Если только все исполнить. Слава Господу. Ну видите, Господь щедро и обильно благословляет. Нет, я не ездил. Игнатий Тихонович ездил. Виктор Савченко ездил. И брат Николаевича у нас новенький. Сам шофер. Ну просто великолепно. За два раза они объехали всю Европу. Личная жизнь и личная, они связаны, нет, связаны очень тесно. Личная жизнь наша должна быть Христовой жизнью. Во Христа крестившийся, во Христа облекся. Понимаете? Вот как вы в одежду облекаетесь. Вот так вот. Когда вы крестились во Христа троекратным погружением в воду в церковь. Если вас батюшка погрузил, троекратно погрузил. Да, я сама ходила. И вот это значит, что вы облеклись во Христа. Вы стали Христом. Вы должны делать те же дела, которые делал Христос Творим. Вы знаете, у меня очень часто снятся иконы. И очень часто. И по-разному. Вообще самое интересное. Я их вижу отдельно. Вижу Николая Угодника. Вижу, Матя Божья Богородица. Вижу огромные иконы. Вот на земле метр по три люди стоят. Молятся, я покажу. Вижу на полках. Ну, все-таки. Чего они снятся? Все революбят. А крест есть там? Я не знаю, не помню. Вот крест, вот он. Крест нормальный. Кресты вот меньше. Православный. Есть крест? Где иконы-то? Вот во сне вашем. Такие кресты видите? Вот там, где кресты, там сатаны не бывает. А все остальное сатана может иконы представить. Хоть патриарх от самого облучения. Даже, говорит, Иисуса в мантии может представить. Только копыта будут торчать из-под мантии все равно. Надо приглядываться. Жизнь ваша какая? О чем думаете-то? Что хотите знать? Если бы Слово Божие читали, мы бы иконы не снились. В Слове Божьем про иконы ничего не сказано. Это иконы уже, ну как бы, для того, чтобы ближе нам обрести знание о Христе. Ну как вот кинофильмы сейчас смотрим. Вот было бы тогда кинофильмы, тогда показывали бы кино. И все. Но не было кинофильмов, поэтому начали рисовать, чтобы показать, как это было. Чтобы человека приблизить к тем событиям. Все. Это как бы безмолвное художественное произведение по той теме, которую вы уже знаете. Если вы не знаете ее, вы никогда не узнаете, что изображено на картине. Понимаете? На иконе то же самое. Ну стоит вот какая-то женщина или мужчина. Ну что она вот говорит? А если вы прочитали «Житие святых», допустим, Мария Магдалина, вы уже знаете, кто она такая. Если вы прочитали «Житие святых», вы уже знаете. А так вам это ничего не скажет. Ну иконы, иконы. Они мироточат, кровоточат. И много всего другого. Брат, отходи. Человек такого. Давайте. Игнатьевич сказал, чтобы передать привет епископу. Снимай. Снимай. Погнали, аккуратно, поскорнись кольцам. Вот сюда. Праздник у вас тоже. Праздник у вас тоже. Миро. Мы вас смотрим, мы смотрим. Смотрите. А вам визитку не давали нашу? Мы знаем. А, знаете, да? Я знаю. Мы ваши, знаем, мы ваши. В том году-то вы нас вписали. В прошлый раз туда что-то досталось, а мы там туда пьем, что нам. Ну, все, дедыш, холодно. Сейчас нам досталось. От казаков у нас сейчас досталось. Мы хотели снять вперед. А казаки на нас кинулись, как ошавелые. Ну, куда берет священников? Я говорю, да мы по другой дороге, мы снять хочем. Там они как волки. Я говорю, да вы что, на нас, на женщин? Да мы-то же с вами, мы рядом. Просто мы хотели съемку сделать. Чем же мы священников-то осквернили? В радостях наших. Да. Ну, это... Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 они все тут стриженные стоят как один и бритые и чё дальше а вам ну это слово ну мне очень не нравится давайте мне христос вечную жизнь вам дает это слова христа а вы как-то ну там если ну так прям может кому-то важнее читайте здесь слова христа о том как вечность приобрести причем не душа одна будет вечно и тело тоже хотел это как ну как ну все и в господу подвластно или не все он сам воскрес апостол пал говорит раз христос воскрес он начальник жизни и мы воскреснем с ним 1 коринфянам говорит нам послание надо читать слово божие там же все написано вы не читаете не знаете и все и все как один думаю на душа там будет летать где-то перестаньте так думать вы будете прям в теле и давать отчет перед господом прямо на страшном суде все будут стоять вы как думаете в 33-летнем возрасте это будет происходить это чтобы вас подстегнуло еще больше читать слово божие и исполнять его не читающий не слушающий а исполняющий жив будет господь это слова самого христа вот вы там прочтете если будете читать а надо читать обязательно не через ну а прочесть обязательно а то святая русь святая русь никто не знает слова божьего все только ну стоят библии ну там есть у меня евангелие от мало до низенька всякие есть и никто не читает как же это мегодия мало чего понимают да вот лукавый тут рядом стоит он наговорит как ему простые притчи христос притчами говорит к рыбакам к сеятелям говорит сеятель слово сеет семя сеет ведь семя это слово божие куда оно упадет на какое сердце человека где-то как будто камень а в каком-то хорошем пушистом месте где земля пух вот оно и взошло а что взошло чтобы вышли другим правду говорили истину а то так будете душа вот носится там где-то будет летать во-первых душ души у господа находится господь берет себе души а тело земле придает прах ты и прах возвратишься написано это бытие в начале 3 глава 19 стих и да оно лежит до того времени как страшный суд не наступит а для некоторых говорит апостол павел скажу так чтобы они не рассуждали по-другому что во мгновение ока обратятся при последней трубе в последний день перед воскресеньем и вдруг раз и уже на страшном суде отжили вот жили там жарила картошку или чё там она хозяйка и вдруг раз нужно стоит на страшном суде голенькая в 33 года может она мясо после жарила картошку нельзя же мясо путь это лукавые не слушайте это специально сбивают да как просто да это мой дом личный как никуда я что-то вас понять не могу врачок врачок какие-то есть не ну пускай они вы хотите о них узнать надо заниматься словом божьим нет о них тоже надо знать иначе вы будете всех подряд православных сейчас и мне что надо ходить в облачении постоянно что-ли в юбке свои вы не знаете даже где матросы а дом восточная 99 это прямо диспансер да прям диспансер на углу дома такой он недостроенный немножко как бы кажется недостроен это видите мы сами проводим для себя эти занятия других приглашаем будет то кроме храма то обращайтесь вот тут по телефонам вот телефон и звоните мы вас будем ждать помоги господи можно сказать евангелие читали да это очень легко читается главное запоминать запоминать это исполнять а вот это вот посмотрите плохо тоже но очки надо сливать сливается да да пожалуйста вот праздником знакомые лица евангелие да это очень легко читается главное запоминать запоминать это исполнять еще да да конечно самое главное владимир егорыч знает он занятия прошел у нас еще какие а вы же тоже были да вы же что он литературы завезли православные во все библиотеки всех столиц всех здоровьем как он здоровьем нормально нормально ну отлично не скажем как космонавтом нормально здоровье господь дарю трудиться трудиться в интернете в меньшем количестве так что спаситель он дает нам вечную жизнь через слово свое это библия святая конкретнее это новый завет еще конкретнее это евангелие еще конкретнее это евангелие там от 3 ибо так возлюбил бог мир что отдался на свою народу и всякие верующие в его не погиб но имел жизнь вечную а вот скажите как вы относитесь к тому что сейчас можно набрать такую денденцию что власти церковь не покупать да почему сейчас так они давно уже объединились так вот это вот это вот вы наблюдаете соединение власти и церкви вот это вот это для народа а народ безбожный почти весь надо исполнять заповеди божии потому что бог возлюбил мир так что отдал сына своего народа на крестную смерть кто о кресте сейчас вспоминает вот он крест вот крест на котором умер христос он сейчас мертвый на нем для всех этих людей которые умеряются чем-то это называется традиция больше ничего у евреев нету этой традиции или вы думаете христос после того как крестился и вышел из воды на следующий год опять пришел опять погружаться а традиция у меня такая знаете ли смешно нет согласен конечно и это для того чтобы народ занялся чем-то заменив евангелие исполнение заповеди христа заменив всякой билибердой и чем больше будет билиберды чем больше словоблудия будет то есть словоблудия праздных слов всякой ерунды на устах священников тем больше народ будет разбирать это уши распустят лапши навешали священники и вот они пока народ разбирал разбирал он забыл что надо исполнить слава христа и помирает народ и уходит и уходит и уходит а